всем привет youtube привет вот решил сделать метр шестьдесят крючочек гигантский вот есть у меня 18 миллиметров диаметре железяка это нержавейка я вообще стараюсь сейчас делать крючки из нержавейки потому что чтоб их не нянчиться с ними шапаны нержавели ну и в руках даже приятно такой инструмент держать вот такая будет ручка длина у нее 16 вот это квадратная труба 24 извиняюсь 22 22 на 22 миллиметра это квадратная труба вот так будет ручка отсюда проварю сверху и здесь с боков ну и потом изоленточкой и будет такая вот красивая ручка это крючок так сказать из разряда ломов будет под две насадочки окончание будет сейчас покажу какое на окончании ну условно вот так буквой т под две насадочки допустим одна будет у нас винчивается там поострее другая допустим будет винчиваться но вот такая вот в окончании чтобы работать сразу как бы два в одном будет на крючке вот такие вот штучки продаются в магазинах где крест строй крепеж и прочее вот поэтому нет смысла самому нарезать резьбу или там что-то делать точить это все стоит копеечки цена вот этой железяки мне обошлась шестьсот двенадцать рублей то есть сами понимаете как бы довольно таки цена будет хорошая и для работы у меня вот есть в крючке всякие разные но они на большой длине как бы гнуться этот а этот ломик такой что его извиняюсь еще надо попробовать согнуть 18 миллиметров и сталь нержавейка она такая вязкая тягучая и и особенно на длинных дистанциях вот будет удобно работать если у нас полуавтомат для этого который варит проволокой на углекислоте поскольку это нержавейка ну хотя это и ржавейка я варю вот такой проволочкой это нержавеющая проволока купил ее один раз и хватит ее надолго она 8 миллиметровая вот и тут по-моему 1 и 1 килограмма было ну как вы видите из расходов она тут совсем мало заряжаем ее и нержавейку особенно нержавейку с нержавейкой я варю именно таким вот такой проволочкой ну что первым делом мы будем приваривать выставлять ручку вот посмотрим что из этого пола как вы сами понимаете вот здесь вот я прихватился вот есть такая специально обученная железяка треугольничек по ней все выставил прихватил вот торец сварочка и сейчас буду обваривать дальше тут просто как бы уже прихватиться хватит вполне т-образная ручка мне нравится в работе и теперь просто обварить вот эти все вещи и под аккуратить ну сами увидите как это делается вот такой вырез сделал чтобы по прихватывать вот здесь вот здесь и потом слив машиночка и вот таким кругом очень хорошо это все здесь подчищается подокручивается как бы чтобы было не только скажем жестко держалась чтоб не сломать но и красиво и аккуратно вот так поначалу не очень красиво все это выглядит до обточки но это поначалу потом все это убирается подшлифовывается и все будет жестко нормально и красиво как я уже говорил берем болгарочку вот такой кружочек и вот эту красоту берем вычищаем до аккуратного вот так на грубую зачищаем убираем все лишнее чтоб все было аккуратненько а потом зачистим уже более мелкой наждачкой 120 180 и изоленточку и будет прекрасная удобная ручка на грубую болгарочкой обработал теперь берем вот такую же машинку по фамилии руб из 120 шкурку одеваем и все заусенцы если они у вас остались берем обрабатываем вот такой машиночкой орбита обработки у нас получается вот такая аккуратная довольно таки ручка без заусенцев с хорошим прямым углом вот ее можно теперь просто взять обмотать там изолентой термоусадкой но кто чем хочет работать ей довольно таки будет удобно вот рычаг тут серьезный вот и я считаю очень даже удобно комфортно будет таким крючочком работать вот так вот нехитро обмотал изолентой вот пару-тройку слоев уже с ручкой я считаю и финиш и уже тут особо теперь надо сделать окончание этого гигантского нашего крючка вот приварить вот такую вот штуку и можно уже будет начинать на милость для того чтобы при сварке вот сюда вовнутрь не попала окалина и не наделала нам не приятностей вот так первые попавшиеся болт ушки которые по размеру подходят вставляешь ну и при сварке опять же удобнее держаться будет за вот такое окончание берем и приводок эта красота выглядит берем привариваем я привариваю обычно снизу со сдвигом здесь расстояние чуть меньше здесь расстояние чуть больше иногда это бывает удобно поскольку крючок для прямого доступа тут как бы это вполне разумно приварить вот такую штуку и пользоваться сразу двумя насадками одной острой другой овальной это будет помогать в работе чтобы не менять часто насадки можно поставить сразу две ими работать сейчас берем обтачиваем и в принципе все можно пользоваться будет вот так вот недолго и недорого можно сделать вот такой огромный крючок вот и пользоваться им в принципе кому надо могут прибегнуть к такому методу не покупая дорогостоящий инструмент потому что как всех кто этим занимается ребята знаем и понимаем что дело не в том какой фирмы или какого завода крючок самое главное уметь им работать все спасибо за внимание всем пока пока